доброе утро я знаю ты не просто так попал на это видео прямо однозначно не просто так попал тебя значит заинтересовало название значит название очень простое как бесплатно получить биткойны эфиры действительно это возможно потому что друзья мы со славой запустили мы об этом говорили мы это анонсировали мы запустили про аирдроп бот это наш бот который будет он существует для нашего комьюнити для всяких приятных приятностей для вас и вот первая акция с которой мы стартуем перед новым годом так это мы будем раздавать призы крутые призы кайфовый это будет xbox точнее сначала это будет iphone про 12 мощный сочный красивый второй приз это playstation 5 3 xbox серия 6 10 трезеров 10 леджеров bitcoin эфиры все это абсолютно за банальные простые действия мы хотим естественно становиться крупнее мы хотим естественно становиться больше мы хотим расти поэтому надо просто подписаться на наши социальные сети ссылочку мы оставили под этим видео на бота вы переходите просто выполняете простые действия подписывайтесь на всех наших друзей подписывайтесь на нас и все это прекрасно работает я сейчас покажу прямо внутри как это выглядит для того чтобы вы понимали как это все будет работать вот вы мы переходим в телеграм я уже естественно выполнил все эти действия и тут подробное описание естественно можно будет найти по ссылочке в телеграфе почитать но необходимо выполнить простые вещи просто подписаться на youtube и телеграм и twitter и и все на свете и приглашать друзей потому что за то что вы приглашаете друзей тут есть внутри ревка вы будете получать блоки 50 блоков за первую линию 25 блоков за вторую треть и 10 блоков за третью ли чем больше блоков чем жирнее призы все читайте в описании для чего эти блоки нужны а мы потом еще чуть позже расскажем об этом подробнее ну и давайте переходить к нашим темам к тому что у нас происходит сейчас я вам все покажу помимо этого естественно друзья естественно у нас будет очень много интересных новостей сегодня мы посмотрим на bitcoin мы посмотрим на эфир мы попытаемся разобраться значит что у нас что будет происходить с биткоином дальше стоит ли его сейчас покупать или не стоит мне вчера несколько человек писала на тему того какие сейчас альткоины стоит покупать или там во что стоит инвестировать но у меня складывается прям четкое мнение то что на сегодняшний день не надо не покупать никакие альткоины все что у вас все что вам нужно на сегодняшний день это пока что еще можно вот так вот частями как я покупать биткойн эфир и это даст свои плоды но во всяком случае это мне так кажется я не призываю вас каким-то там действием я сейчас просто покажу то что делаю я возвращаемся в telegram и по моему блокфолио вы видите что у меня уже портфель сам себе индекс составляет 7116 долларов это на вчерашний день когда я сделал последнюю покупку я напоминаю что я каждую неделю на 300 долларов покупаю биткойна и на 200 долларов покупаю эфира сейчас кстати мой портфель составляет уже 7172 доллара вот прямо на данный момент всего я потратил на покупку активов в портфеле сам себе индекс 11 недель 5500 долларов и получается что сейчас мы активно как бы набираем на субботу это было точнее в субботу и попал 1600 долларов плюс сейчас уже там получается в районе 1700 поэтому это одна из таких прикольных стратегий на которую можно сейчас обратить внимание и как я понимаю эфир еще является до сих пор недооцененной монетой потому что переход на эфир 20 будет 2021 году сейчас проводятся активные тесты уже можно стейкать уже будет создаваться нехватка самого эфира ну и bitcoin конечно однозначно чтобы разгонять ажиотаж чтобы куда-то чтобы это было интересно аудитории людям к покупки криптовалют я понимаю что даже те игроки которые накапливали биткоин с позиций там 3 5 6 7 10 15 они крупные игроки накапливают позиции во время флета им конечно будет интересно разгонять поэтому я думаю что по биткоину мы увидим перехай ну и фундаментально конечно биткоин смотрится неплохо хотя хотя вот вели ву это есть такой аналитик он тоже считает что несмотря на то что были откаты на прошлой неделе до 15 700 он считает что биткоин все равно выглядит сейчас фундаментально сильно хотя уже трейдеры делятся на два разных лагеря кто-то считает что мы уперлись вот в этот 16 тысяч мы никак не можем туда оторваться 16 500 и выше и возможно это послужит откатом куда-то вниз но вот вели вы считает что очень сильно выглядит биткоин самое главное что растет количество площадок где начинает торговаться биткойн туда заходят помимо того что он торгуется на разных площадках туда заходят крупные институциональные игроки в биткоин потихоньку значит еще вторая причина то что с крупных площадок с таких торговых площадок вывозятся биткоины с большей частью они хранятся там на каких-то кошельках там холодных или просто кошельках пользователей но я сразу же пошел на наш дешборд благо что он у нас есть и это очень удобно посмотреть вообще как как происходят движения по биткоин если мы с вами помнили тогда что раньше был просто мы видели btc сейчас уже появилось много разных вещей во-первых wbtc обернутый btc сейчас на него на тоже обращать внимание вот с big one на binance поехала допустим пятьсот семьдесят один в раббите си а это на секундочку почти 10 миллионов долларов дальше у нас из крупных движений вот у нас семьсот пятьдесят два битка сбит там на coinbase переехали вот еще пожалуйста 72 обернутых btc поехала из неизвестного адреса на binance видите на эфир на эфире вот вы говорили вот что такое рэн-битиси что такое в битиси врат битиси это очень крутая штука и на самом деле трансфер между биржами удобнее гораздо делать обернутый биток нежели обычный ну вот пожалуйста на криптоком 700 битков поехала еще 17 это есть до техе тысяча один bitcoin трансфер from coinbase на неизвестный кошелек но в целом крупные суммы действительно понятно что будут ходить там между биржами на бирже так или иначе битки но вот крупные суммы выходят по большей части отток биткоинов происходит из с бирж ну вот например вот вот такое вот было у нас движение офигенная крупная 7000 биткоинов трансфер from она уволит с неизвестного кошелька на неизвестный кошелек еще из хороших новостей хобби токен сожгли блин почти три миллиона монет кто как бы у кого есть хотя у меня есть немножко хотя вот они сожгли вчера немножко своих монеточек неплохо в целом получается поэтому за биткойном наблюдаем стратегию в общем я считаю что лучше выбрать стратегию какую-то такую в более фундаментальных пока что вещах находиться потому что альта сильно если честно не радует вот мы если посмотрим сейчас с вами на график но в целом да там есть какие-то просветы но это не те иксы которые были там три-четыре месяца назад поэтому сейчас надо сконцентрироваться на более сдержанных стратегиях дальше когда что-то поменяется когда может быть из биткойна будем переходить в эфир или еще что-то там можно будет корректировать свои стратегии смотреть пока что мне кажется что альта не интересно значит если вам надо допустим купить биткойн вот мы проводили там наш обучающие обучающее видео в пятницу и рассказывали можно использовать пакс фул здесь есть более 350 способов покупки и продажи биткойна какие хотите через банковский перевод через онлайн кошельки через подарочные карты через оплаты наличных дебетовые кредитные карты криптовалюты товары и услуги можно карточки гиф карты все что хочешь вот можно покупать биткойн и продавать его на на паксу в том числе поэтому регистрируйтесь по нашей ссылочке если вы хотите это сделать нам какой-то бонусик придет там маломайский нам будет приятно но и вы со своей стороны сделаете то что вы по сути говоря хотели значит я еще хотел рассказать по поводу академии вот нас просто ребята с каран сиком попросили у них есть академия тоже она бесплатно если вы хотите разобраться в том что такое вообще токенизированные активы как ими торговать как пользоваться каран сиком это в это абсолютно бесплатно здесь 10 уроков вот переходите на каран сиком вкладка обучение трейдингу академия каран си точка ком и регистрируйтесь кстати скоро будет еще один мощный конкурс будут раздавать они дополнительно за регистрации вот эти вот токенизированные акции на какую-то сумму поэтому мы ждем его будем в нем тоже участвовать в общем сейчас очень много интересных новостей происходит в мире криптовалют я еще раз повторю считаю что фармилки на сегодняшний день на данный момент они как бы себя начинают изживать это уже не так становится интересно это видно по транзакциям которые происходят в сети сейчас возможно второе дыхание получит байнен смарт чейн возможно но опять же успеют они раскачаться не успеют но мне кажется второе путешествие роста криптовалют мы увидим именно эфира я делаю ставку на эфир уже ближе к запуску эфир 2.0 а эфир 2.0 к этому новому году уже запустят в таком софт лаунче после этого нового года и и еще через год уже произойдет полный полный переход на эфир 2.0 и и вот это будут скорее всего какие-то профитные позиции по эфир поэтому эфир я продолжаю накапливать я считаю по сей день что эфир является недооцененный при всех его проблемах при всех его конкурентов то есть у эфира кто на сегодняшний день конкуренты это сейчас это естественно binan смарт чейн на первом месте на втором месте это трон скорее всего какой-нибудь и дальше это юс в принципе у меня есть и эфир эфира конечно больше всего и трон и уэс и бин бихи чуть-чуть есть поэтому в целом если кстати начнет расти эфир могут за ним подтянуться и трон и и уэс поэтому хорошо в принципе сидеть во всех этих активах хотя за последнее время правильно вот сергей пишет еще дот дот тоже обязательно добавлять себе в портфель чтобы он был потому что когда вот эти вот блокчейны которые существуют для создания смарт-контракта в том или ином проявлении они будут все скорее всего дорожать как это обычно происходит поэтому вот эфир палька дот трон и уэс можно рассматривать и вот кстати уэс там какие-то движения у него были он сначала дорожал потом немножко дешевел но в целом и уэс сейчас вот он он стоил 22 61 сейчас он торгуется там 253 но я на самом деле и уэс покупал и по 5 когда-то но это было уже давно но я потом еще его докупал и меньше он стоил чуть-чуть меньше двух долларов я докупал его поэтому принципе неплохая вот инвестиция рассмотрите себе в портфель но опять же это не советы делайте свой дью-дил изучайте проекты читайте информацию это все в открытом доступе я передаю слово вячеславу сейчас ты на месте уже нет да я тут на месте я тут смотрю по эфиру 2.0 интересные всякие штуки но ведь на наш пост тоже смотрю красивый вот все у меня уже видно да напоминаю ребят кто увидите какой красивый iphone 12 мне прям самому хочется хотят у меня уже есть один вот этот вот в таком чехле и с такой штучкой тоже хочется поэтому участвуйте до 25 декабря прям или все по трасту четко будем разыгрывать много призов давайте пройдемся по новостям ну во первых вы видите что с рынком творится макс правильно он говорит он там как бы себе портфель составляет у меня своя стратегия я использую леверидж используют анкаренси другие инструменты для того чтобы немножко торговать причем я когда вижу что есть какой-то намек на быстрое движение либо вверх либо вниз я использую допустим на 10 процентов депозита с плечом захожу его тут уже потихоньку потихоньку видите до 535 баксов мы тут доторговали у меня сейчас все позиции закрыты в резерве только вот такая вниз если вдруг что-то колоссальное случится и биток посыпется ниже девяти тысяч у меня сразу откроется отложенный ордер вот вам инструмент и вот мы тогда когда в марте случилась вот эта просадка нам просто повезло случайно что мы руками смогли купить по 3 800 по 4000 биткоин но можно использовать также вот как я отложенный ордер вы берете ставите примеру на 5000 ордер открываете что если вдруг купить по 5000 это можно сделать на спатье здесь же на карте есть кстати экс-ченж вы можете переключиться здесь обычно вы можете просто отложенный ордер создать при достижении цены 5000 купить к примеру там на две тысячи долларов и все и вы просто по 5000 купите биток такие штучки иногда бывают поэтому надо пользоваться такими штуками давайте теперь пройдемся быстро по новостям все новости я смотрю из подборки на нашем сайте во-первых там есть отчет за неделю что у нас происходило что биток был на новом годовом максимуме биткоин кэш у у нас разделился на две цепи и незапланированный был хардфорк у эфира те кто пытались 11 12 числа что-то отправлять в эфире вы знаете что даже биржи временно закрывали вывод так вот получается что первая новость план би аналитик подтверждает свою уверенность в созданной им модели сток-то флоу вот этот график волшебный да по которому в 2021 году биток должен стоить от 100 до 288 тысяч и уже получается по ней в феврале примерно мы должны увидеть около 50 тысяч за биток в общем он продолжает и пить за эту модель но есть другое аналитик который готов с ним забиться что до 2025 года эта модель сломается и он готов поставить на это 1 миллион долларов это директор криптовалютного хедж фонда аркейн ассетс эрик вол поэтому если вы не верите тоже в эту модель или верите можете вот и у вас есть миллион долларов пожалуйста можете с эриком забиться и вдруг выиграете я так понял что макафи уже из вот этих споров выбыл он временно пока недоступен он не готов ничего есть и собственно у него уже там свои проблемы и из интересного это то что действительно у инфуры были проблемы 11 ноября и получилось некое такое разделение на две цепи и это самая большая проблема за последние четыре года то есть аналитики программисты которые в этом разбираются из-за того что часть значит но дни обновила свой клиент гэс на каком-то блоке оно получается пошло по двум разным цепочкам и если бы вовремя там они не обновились не синхронизировались понятно что в самом консенсусе в самом получении заложено что побеждает по итогу самая длинная цепочка она перезаписывается все остальные стираются и откатываются транзакции назад и как бы получили момент но зная вот эти все моменты наперед можно получить выгоду то есть к примеру те кто сотрудничали с инфурой если вот вот такую же уязвимость такую же ситуацию повторить отключить инфурой да не обновить примеру там там сотню нот и можно получить отставание в определенном сегменте блокчейна и совершить двойные траты время а потом через день-два да это все откатится но у вас будет день или там 12 часов или 15 часов когда вы сможете в огромной части блокчейна совершать двойные тройные траты и так получается зарабатывать вот этот момент очень такой нехороший так скажем и как это будет все решаться дальше непонятно но в целом пока и вопрос решен в общем двигаемся дальше по и полта выкатывал новости за всем этим мы с вами следили тут я уже повторяться не роберт киосаки продолжает утверждать что bitcoin побьет золото и серебро поэтому он в своем портфеле активно это все стимулирует добавляет и теперь благодаря тому же что paypal вводит хотя как бы в самом paypal и вы должны понимать вы биток и там или эфир или что-то другое вывести не сможете да вы сможете внутри пепала обменять доллары или другую фиатную валюту временно да как бы на bitcoin по определенному ну по настоящему курсу и обменять его потом обратно но как бы получить прям к себе на счет приватных ключей у вас не будет это как аналог на бирже то есть paypal превратился как в мини-биржу сотрудничали он с паксос и был поэтому прецедент что у паксоса тоже там и цена выросла и все и движухи и транзакции но тем не менее самой криптой ключами вы конечно владеть не будете имейте это ввиду на кошельках grayscale investments оказалось 2 и 3 процента от всех выпущенных биткоинов и они наращивают активно и продолжают наращивать теперь еще и эфир составляющую но и биткоин в том числе поэтому чтобы там где функционал его институционал и не говорили банкиры да плохо рейдалью к примеру считает да приживатор у него фонд что если биткоин совсем станет крупным большим да и опасным для правительства то массово все правительства просто его поставят вне закона и как там дальше будет происходить пока не понятно но в общем сейчас имеем то что имеем биток движется многое с институциональных фондов его покупают и уже много бирж и и денег замешано вот в этой истории с криптовалютами и мы знаем как в америке все происходит то есть есть крупные лоббисты есть бизнес если бизнес заинтересован в криптовалютах и в биткоинах то скорее всего что в америке никто его не запретит потому что деньги делают деньги и если все вот эти вот миллиардеры поймут да что им самим намного выгоднее и удобнее владеть биткоинами то есть они будут страхом загонять людей максимально да вот в этот шоп все там конгресс туда-сюда запретим война будем расстреливать за биткоина потом окажется что цена но на определенном моменте может рухнуть они просто весь максимально который есть только скупят и потом скажут да вы знаете мы передумали действительно биток это крутая штука и вообще криптография вообще же мы же за людей вот так что биткоин пускай лучше будет у всех но только будет он уже 3 процентов самых богатых людей в мире как все это обычно и бывает и потом владеть вот это вот фантастика и того чувака из будущего письмо с которого начинается кстати наша книга уже не покажется такой фантастикой когда он говорит что если вы будете владеть хотя бы типа ноль одним биткоином то вы будете уже там в разряде миллионеров мультимиллионеров вы можете позволить себе жить на каком-то отдельном острове в каком-то там специальном сегменте для вот таких богатых людей дальше идем так это отчет крипт номер за неделю очень капитализация стейбл коина да и превысила один миллиард он он и так входил у нас в топ-3 стейбл теперь он прям стабил входит много там монет у нас до этого там миллиардами да ну где миллиард уши был в юсдси и собственно вот у да и теперь тоже миллиардер единорог среди стейбл коинов но да и это децентрализован стейбл коин если кто не знает и он котируется дороже да вот с премии к остальным крипто стейбл коинов то есть если тетер к примеру да вы там вроде как один к одному то чтобы поменять тетер или юсдси на да и нужно заплатить немножко больше то есть получается за да и вы заплатите на один процент в среднем больше вот такие моменты и если вы же вы хотите большие объемы менять стейбл коинов то вам не на юнисвок вам не на ланы нич да а вам нужно идти на керф потому что керф как раз это обменник для стейбл коинов и вы там можете поменять огромные суммы к примеру миллион и сдт поменять на миллион да и с минимальным вообще проскальзывание вы там у вас все проскальзывание на объеме в миллион составит там около пяти тысяч долларов всего лишь ну представьте это огромный объем это получается 0 5 процентов вот вот такие дела китайские трейдеры макс это для тебя новость массово выводит криптовалюту с биржи хуоби пользователи биржи криптовалют ориентированных на обслуживание китайских инвесторов переводят свои биткоины на байненс на фоне повышенного внимания властей хобби так что об этом сообщает у нас по индекс имейте ввиду что отток составил 18 в шестьсот пятьдесят две тысячи биткоинов стоимостью около 300 миллионов вот это все с хобби на бинанс бы за это время было переведено так что вот так хорошо это ли плохо это скорее всего плохо в любом случае даже если у хобби все хорошо но такой массовый итог это как в банке то если провоцируется вот такой вот отток для биржи это в любом случае не хорошо потому что ей приходится обслуживать все эти выводы это некая паника уменьшается количество трейдеров уменьшается количество свободных средств на балансах бирже да и это все видят так как это блокчейн с вот этих всех кошельков вся информация доступна доля эфира удерживаемого на биржах сократилась тоже до двухлетнего минимума и я сейчас покажу возможно почему это происходит то есть в том числе да если вы видите просто миграцию биткойна с одной биржи на другую то эфир тоже вынимают во первых вынимают для того чтобы напрямую работать с дексами потому что дексы увеличили объемы уменьшили проскальзывание на датам комиссия есть но тем не менее за посредством находится действительно у вас после взлома взлома ряда бирж и блокировок x а вот с хобби сейчас при включении еще там разные биржи для этого это много-много звоночков для того чтобы людям у которых крупные суммы они лишний раз задумались о том что наверно надо вывести их на свои кошельки где у них есть приватные ключи но и у нас же еще параллельно двигается тема с наполнением эфира 2.0 то есть уже открыт депозитный адрес туда как бы двигается потихонечку тоже эфиру там уже под 100 тысяч эфира находится нужно собрать 524 тысячи эфира на 13 тысяч 420 валидаторов еще осталось а должно быть всего помог около 15 тысяч валидаторов чтобы все круто запустилась а вот на сейчас у нас там две почти три тысячи валидаторов вот и соответственно такая сумма эфира но есть интересные графики давайте посмотрим а графики вот такие смотрите вот вот этот кусочек пирога и вот это вот два вместе это уже 25 процентов от всего круга а это значит что вот этого одного адреса было осуществлено 500 транзакций по 32 эфира и они открывают 500 но вот с этого адреса осуществлено 250 транзакций по 32 эфира и они открывают 250 но и вот еще тут парочку таких крупных друзей 172 транзакции и 157 то есть если мы все вот это вот вместе сложим то получается что больше 35 процентов все сети будет за раз два три за три за тремя четырьмя валидатор и и опять же есть вероятность что вот эти адреса могут принадлежать одному и тому же человеку или одной и той же компании так что как бы вот эта вся децентрализация и вот эти 15 тысяч но он которые нужны да то есть как бы вроде бы для децентрализации по факту может оказаться что вот этот вот тут чуть ли не 50 процентов это вот видите прям крупные такие по и те кто запустили больше чем одну ноду 40 50 40 35 32 и вот здесь вот 42 процента сети это другие где в меньшей сумме то есть меньше чем сколько меньше чем 20 то есть самый маленький пай который они вот здесь отрезают это 20 валидаторов с одного адреса а если у тебя меньше чем 20 вот и типа нищеброд то ты идешь вот сюда и получается что при текущем раскладе 42 процента сети всего то есть меньше чем 51 процент вот за действительно децентрализации где по одной-две по ноды и вот крупная сеть часть она принадлежит одному-двумя 3 человеком насколько это хорошо хз ответят нам наверное разработчики но пока что как-то не очень смотрится вот это все дело что просто за стейкая вроде бы да с другой стороны человек отвечает если они за стейкали здесь пятьдесят тысяч эфира они отвечают своим эфиром за подписанные транзакции и если будет выяснено что что-то там было не так или были двойные траты то из их стейков и будет осуществлена компенсация то есть в теории все так но как будет на практике время покажет очень богатые продолжают как бы дальше богатить и они будут обслуживать эту сеть и соответственно они будут получать эти проценты на вот от стейкинга и вот вот вам и расклад кто будет управлять нодами ну конечно байнер запустит свою ноду конечно какие-то крупные майнеры запустят свои ноды и они также продолжат все это особая суть не поменяется так что имейте это ввиду можете даже посмотреть в разрезе вот прям по адресам видно видите стоп топовые чуваки сейчас это пятьдесят пятьсот депозитов и 250 депозитов и там дальше вот видно кто сколько вот 3 прям постоянно 32 минуты назад пополнил кто-то 32 эфира движение здесь по эфиру идет ну и суммы конечно тут интересная то есть валовый баланс на контракте сейчас 94 8000 эфира что примерно и это у нас 43 миллиона и еще токенов там всяких на этом суммарно 54 миллиона на балансе депозитного контракта вот такой вот движ и макс говорил да и какие альты вот он как бы за эфир считает его недооцененном а я считаю недооцененным очень-очень недооцененным это палькадо потому что у него есть во-первых кусама это его канареечная сеть первая до тестовая токен который сейчас стоит 60 70 долларов а это уже сам палькадо который уже полноценная сеть и токен у которого стоит пока что 4 и 4 доллара понятно что здесь разница в десять между выпуском монет потому что здесь они сделали это в динаминацию и да выпустили как бы получается монет большего обращения но тут очень интересная система запуска подпроектов запуска парачейнов когда вы как бы временно в лизинг на один-два года отдаете свои доты они там блокируются вам выдают токены этого проекта действительно стоящие хорошие потому что туда проекты идут только топовые чтоб там сейчас занять место парачейна там серьезная войнуха идет а вот поэтому палькадо на двадцать первый год я считаю тоже обязательно прям нужно рассмотреть и иметь в портфеле и вы его по сути можете не терять вы просто будете там выбирать хорошие проекты там голосовать за тот же чин линк в палькадоте там не знаю за эсер скан который туда придет за да и за компаунт эти все проекты пойдут туда и вы уже знаете что они серьезные и просто вы будете им отдавать часть своих дотов голосуя за них они вам будут насыпать своих токенов которые сразу же вам будут доступны к выводу сразу же а вот и все и вы можете там стейкать их пошел механики примерно будут такие вы отдаете палькадот получаете примеру токены компаунда в сети палькадот а и дальше эти токены вы сможете также стейкать куда-то или еще как-то использовать дополнительно или юнисвоп к примеру когда перейдет палькадот и будет парачейном то же самое да имея токены юнисвопа там вы будете получать вознаграждение от сети как от гавернанс потому что много токенов будут именно гавернанс токенами которые будут давать вам какие-то пассивные проценты это тоже имейте ввиду и если кто не понял у нас название заявлено как получить бесплатно биткоин и эфир в 2020 году или до конца года по крайней мере до 25 декабря для этого нужно подписаться в того самого бота о котором рассказывал макс мы будем теперь ежедневно у нас будет пост в телеграм выходить про этот бот дальше вы накапливаете внутри вот эти токены блок и соответственно те кто будут в определенном сегменте находиться иногда по всем мы будем разбрасывать эсэмэску то есть прям в боте вам будут приходить эсэмэск а со ссылочкой по которой вы будете переходить и просто клэмить какую-то сумму в биткоине или в эфире и кто первый будет в онлайне так скажем кто первый по этой ссылке нажмет тот и заклеймит эти деньги поэтому мы по сути в рамках про лучше медиа до 25 декабря будем бесплатно раздавать биткойны и эфиры и еще массу там всяких токенов и крупных призов от партнеров поэтому наверное стоит размьютить наш телеграм-канал подписаться нажать колокольчики до соответственно на где то можно взять в ю тубе и его везде поотмечать там в твиттере то есть везде на все наши сети в инстаграмах подписаться потому что мы даже тик ток у нас есть ребят вы можете даже найти кто подписаться и вы с днем и что-то будем разыгрывать поэтому этот месяц точно можно набрать себе как минимум каких-то приятных бонусов и призов все у меня на сегодня все отключаю кран свой синий синий во себя включая i'm back yes ну ребят я еще раз хочу напомнить про нашего бота не забывайте ссылочку мы оставили переходите это очень прикольные там призы 25 ну на самом деле не обязательно вы не думайте что если вы выиграли иксбокс серии с x и вам 65 лет и она вам не нужна предположим то мы скажем нет вот тебе иксбокс найди игра или подари внуку можно деньгами да мы можем отправить в юсдт по ну вот сколько она будет стоить я даже больше скажу там написано у нас прям в правилах есть такая звездочка и там написано что все призы будут скорее всего отправлены в эквиваленте криптовалютой юсдт эфир вот все а дальше вы уже спокойно конвертируете и покупаете себе кто ладу калину кто стиральную машину кто подарки под елку то есть носки и одежду что угодно да мы просто как бы визуализировали а значит какую-то сущность до этим призам ну вы можете как бы реально если вы хотите iphone то вы можете просто пойти его потом и купить у себя в городе чтобы мы просто вот эти вот шиппинги не тратили на это все ребят спасибо большое то что вы пришли на эту трансляцию увидимся с вами мы завтра в то же время на том же месте не забывайте пишите комментарии под этим видео задавайте вопросы мы на все вопросы с удовольствием огромным ответим все ребят всем спасибо и пока